Любителям Джоджо привет, остальным важное задание получить роспись у себя на стеночке ВК. Как же это сделать? Достаточно подписаться на мой рутуб канал с пересказами всяких Хаяо Миядзаки. Еще можете их посмотреть, для вас видел, да? Ссылка в описании, а теперь поехали! Однажды где-то около дороги у обрыва проехала карета, ну и упала, покатилась вместе с пассажирами. К счастью, как раз мимо несчастных проходил Дарио Брандо вместе с супругой. Ну и увидев вполне себе небедный груз, решил поживиться прямо на месте. Как вдруг, представляете, Джордж Джостер проснулся, начал благодарить за спасение, еще и обрадовался, что после такой беды новорожденный сын остался жив. Короче говоря, вместо воровства случились долговые обязательства за спасение неутопающего. И вот спустя 12 лет богач на Джостере вовсю пируют, жируют, живет с ребенком в личном поместье. Ни в чем себе не отказывает, молодой даже успевает какие-то джентльменские знаки внимания, уделяясь случайным обижаемым женщинам. В то время как Дио последние копейки без соли доедает, по лицу в трактире получает, а еще что вы думали, отец Шиза уже все, умирает. Но, так сказать, завещание оставить успел, по наводке пора отправляться к тому самому должнику Джостеру. Ну и все, Дио встречаются с распростертыми объятиями. Даже за удары по собаке ругать не будут, потому что правильно, чего еще можно ожидать от человека, когда пес сам к нему ринулся. Все исключительно защитная реакция, по крайней мере так теперь думают все, кроме Джонатана. И только он знает, что новый постоялец приехал фатально разрушить жизнь Горемычного. А ну и ясно, Дио буквально во всем лучше, и манеры имеются, и книжки читаются, и даже спарринги на турнире побеждаются. Того хуже Шиз успел навешать всем лапши на уши, про неспособности ГГ хранить тайны, и вообще он гниль, и вообще стукач, вот. Но не надо печалиться, ведь впереди виноградные благодарности от некогда спасенной Эрин, и последующие приятно проведенные с ней дни. А Дио так и понял, что где-то здесь нечисто, и быть такого не может. Чтобы после всего случившегося, Джоджо ходил весь в добром здравии и хорошем настроении. Так что дальше вы, возможно, знаете, случился первый поцелуй, гнилые речи и прочие последствия. Проще говоря, Джонатан обо всем от злых языков узнал и пошел мстить за содеянное, а там можно и второе дыхание, и даже при возмогании подключить, чтобы Дио, так сказать, избить. Одним словом, повезло, другим словом, отец. И вот он-то совсем вообще и в частности недоволен произошедшим. Ведь где это видано, кем это слыхано, чтобы наследник Джостеров бил беззащитных плакс по лицу. Итого расход по своим комнатам, а, ну еще был тот самый Клиффхенгер, с каменной маской упавшей со стены, когда на нее попали пара капель крови. Но это совсем другая история. Продолжение, которое будет ровно через 7 лет. Все, что вы знали, сильно поменялось. Герои подкачались, подучились в университете и даже стали лучшими друзьями. Успешно побеждающими в соревнованиях. Только, несмотря на все вышеперечисленное, что-то не дает Джонатану покоя. Есть, то есть, какие-то странные воспоминания и обиды касательно прошлого. Правда, не о них сейчас нужно думать, ведь беда, трагедия, Джордж фатально болен и прикован в постели. А врачи знать не знают, никакие лекарства не помогают, приходится принимать чисто профилактические мемы. Между тем, горемышний не прекращает попыток исследования легендарной каменной маски. Не зря, так сказать, поступил на археолога. Теперь проводит изучение во имя науки, читает книжки. Представляете, в один ненастный день в библиотеке, когда нашел письмо. Некогда посланная Бранда. А там вот это да, описаны абсолютно идентичные отцовские симптомы, от коих когда-то с Хиздарио. Очевидно, виной всему был Дио и тогда, и сейчас. А значит, нужно как можно скорее не брата с очередной порцией, не лекарств восстановить. За слова ответить заставить. И на сей раз, все даже так успешно вышло, что спустя годы Джонатан оказался сильнее. Поздравим. Только недолго. Потому как пора в путь. Куда-то далеко, в Лондон, на целых три дня, чтобы найти причины и следствия болезни. Между тем, Дио как раз успеет придумать новый запасной план с маской, якобы сработавший во время очередных исследований. Что до путешествия, так район, понимаете, злополучнее. Вот на пути ГГ и встали какие-то последние люди во главе со спидвагоном. Но, как говорится, как встали, так и лягут. Короче говоря, шляпник оценил джентльменские манеры горемычного. Теперь атаковать настоящего отважного мужа запрещено, раз он и сам бил не в полную силу, не желая причинить фатальный ущерб. Который мог бы повлечь за собой горечь и печаль близких. Да. К слову, шел уже третий день отъезда сына, обещавшего вернуться. А вестей так и нет. Ну тут-то Дио и понял. Пора самому отправиться на поиски. А то мало ли Джоджо найдет лекарства. Плюс заодно самое время испробовать маску в действии. И, представляете, никаким она оказалась не устройством казни, а самым настоящим чудодейственным инструментом, превращающим людей в вампиров. К несчастью, солнце взошло, и Дио спасло. К счастью, горемычный уже всех и вся предупредил, и к возвращению гнилой гнили при свечах приготовился. Но не тут-то было. У Дио, сами знаете, есть еще туз в рукаве. Поэтому бдительность ослаблять никак нельзя. И как раз для подобного непредвиденного спидвагон тоже здесь. Чтобы предотвратить любые возможные и невозможные обманы со стороны гнили. Неблаго, несмотря на все попытки, тварь все-таки смог подгадать момент для использования маски. И уже чуть было не проткнул Джонатана, но беда, трагедия, незадача, Джордж подставился под удар. Ну а что полиция, тоже стоять в стороне не стали, ответ на залп свинца передали. Правда, опоздали. И отец Джорджа уже откисает последние слова и наставления выговаривали, в том числе важный флэшбэк про кольцо. Оказывается, честно, Джостер знал, что Дарьо, спасший его на самом деле, всего лишь воспользовался случаем. Плюс умыкнул кольцо. Вскрылось это после попытки перепродажи бижутерии в каком-то ломбарде. Ну и здесь, невзирая на гниль, Джордж не стал отказываться от своих слов и знака благодарности, и даже кольцо отдал, потребов выпустить Бранда. Мол, побрякушка и впрямь была подарком. А дальше, сами знаете, как все добродетели обернулись. Одним словом, неудачно. Потому что решеток куда-то пропал, и одна маска лежать на земле осталась. А ну и ясно, Дио воскрес, получил вампирские силы и возможности резать налево, направо, напрямо. И тут уже ничего не поделаешь, приходится как-то крутиться, прыгать, бегать. Но тут, как тут, есть и действенный план, использовать огонь. И вот уже весь дом горит, а Джонатан не отступает, а наоборот сбирается на крышу, куда распространяется огонь. Чтобы вспомнить все было, и нехорошее, и зло, и, наконец, хватив не друга прыгнуть вниз. Там, правда, еще была пара непредвиденных обстоятельств, но с ними Горемыш не справился. И пусть даже от ранения не оправился, все равно смог с полной силой в Дио в цепице и на штык статуи его насадить. А дальше все, собственно, сгорело. Прямо как когда-то пес Джоджо, благо сам ГГ несмотря ни на что выжил. Поздаем. Из новой, очень положительного, в сюжет вернулась Ирина. Ухаживать за Джоджо целыми сутками от постели больного никуда не отходит, одним словом романтика. Другим словом, другое, новое и вообще не положительное. Дио все-таки выжил, и того хуже подчинил себе какого-то маньяка. Но не стоит печалиться, ведь тут, как тут, пока возлюбленные тихо и мирно гуляли, на дороге образовался некий вилл Цепели. Говорит, мол, ничего не закончено, пока ничего не завершено. Какими-то чудными дыхательными техниками владеет, даже перелом может излечить в одно мгновение. Еще и вопросов требует задавать поменьше и по одному. Короче, коротко говоря, чел с десяток лет искал каменную маску, чтобы предотвратить беду, которую она может за собой принести. Для того даже изучил Хамон, основанный на модном управлении легкими и диафрагмой. А началось все, когда Вилл был еще молод и ездил в археологические экспедиции. Там команда копателей нашли маску и взяли с собой на борт корабля. Только так неудачно вышло, что кто-то решил воспользоваться артефактом и ненароком учинил фатальную вампирскую резню. Выжил только Цепеле, успевший выпрыгнуть за борт. Ну и там чудище продолжило гнаться за бедолагой. Благо лучи солнца были на подходе. И испепелили клокастого, коим оказался отец бедняги. Конец. То есть, в смысле, простите, никакой не конец. А вот это да, да, то самое получается новое начало тренировок, испытаний, попыток овладеть Хамоном, чтобы противостоять Дио. Ведь, ну понимаете, даже природой так задумано, что вампиры используют поглощение крови, чтобы получить силу. А дыхательный прикол, наоборот, искусственно направляет потоки собственного самочувствия для последующих вычислений. Вот. Тем временем появилась зацепка о местонахождении Бранда. Жаль, доехать до пункта назначения не выйдет, потому что фатальная точка уже прямо здесь, посреди тоннеля. А причина всему как раз тот самый потрошитель, завербованный Дио. И так уж отрицательно сложилось, что солнечный свет отсутствует. Но ладно, хотя бы сам Цепеле с учениями и обучениями присутствуют. Сами легенды и басни я вам пересказывать не буду, не благодарите. Главное то, что все успешно разрешилось, 2 плюс 2 сложилось, и использование бокала с вином для чтения энергетических потоков и отправления Хаммана сквозь стену случилось. По-здра-вля-ем. Но еще раз снова, опять рано радоваться, потому как в городе, где засел Дио, героев, понимаете, тоже ждет беда. И так уж вышло, что их буквально заманили в ловушку. Мальца загипнотизировали, чтобы он стащил чемодан. А Белаги, ничего не подозревая, миновали реку и оказались прямо на кладбище. А там уже и ночь наступила, и сам гниль собственной персоной объявился. Получается, будет летальная резня. Осталось только до самого Дио добраться, Хаммана ультимативно по руке направить и понять, что клыкасты тоже, как говорится, не лыком шиты. И уже насмотревшись деление статистов на земле, понял, что для действия чудного дыхания нужно распространение крови по сосудам. Чего никак не получится в случае замерзшей руки. Но ничего, там вон уже и Джонатан на подхвате, и атака отбита, и падение случилось, и пара новых противников прямо напротив из ниоткуда очутились. Шлезы не кто иные, как поднятые из могил рыцарей, некогда служившие принцессе. А после подло обманутые. Думали, что добровольно, положив голову на плаху, спасут королевну. А она к тому времени уже, то есть, сама была не то чтобы с головой. И вот теперь нежить жаждет мести, крови и прочих отрицательных качеств. Один волосатый так вообще хочет лично поделить Джоджо. Честь бравой натуры последнего. И вот уже одобрение от Дио получено, а сам он удалился. И уже дуэлянты под воду нырнули. И того хуже для помощников, путь к отступлению перекрыт вторым громилой. Но, не волнуйтесь. Тогда как любой, оказавшись без кислорода, поплыл бы к поверхности горемычной наоборот, направился еще глубже, зная, что где-то там под камнями должен иметься запертый кислород. Ну и все, в воде Хаммон распространяется еще быстрее, финица ля комедия. Ладно, вру, еще будет раунд 2. Поле с цветами, положительные воспоминания и подарок одному рыцарю от другого рыцаря в честь возвращения зомбе душевного состояния. Но дальше, что там говорить, пора устроить редню со второй зомбей. Предварительно, конечно, соорудив планеры запавших листьев. И оформив флэшбэк об обучении цепели мастерству Хаммона у каких-то там монахов. И предсказания, полученные там же. А после, самое время приземлиться на крепость, постараться спрятаться за дверью и неслучайно попасть в ошейник. Что, собственно, и станет следующим раундом. А оставшиеся снаружи даже сделать ничего не могут, ведь рычаг, отпирающий двери внутри. И Джонатану придется сражаться одному. И, казалось бы, все, никаких вариантов больше нет, ничего не поделаешь. Но нет, никаких нет, потому что, да, еще есть флэшбэк, но умные мальца о том, как его сверстники обижаются, старшая сестра уму-разуму жизни учит. Коротко говоря, самое время совершить настоящий мужской поступок. Пролезть в доступную дыру в стене, отпереть замок. Чтобы, что правильно. Вилл пафосно вышел раз на раз против тварей, вспомнив, припомнив то самое предсказание об участи, которое его постигнет. Буквально должно случиться следующее. Когда ребенок откроет врата, за которыми будет скованный цепями, лев цепели примет свою судьбу. Ну, вот, собственно, и все. Принял, понял, обработал, располовинился. Но на последнем издыхании только смог передать последние силы Джонатану, а ГГ в свою очередь преисполнился превозмоганием и Хаммонам преисполнился. И как возьмет, да как потянет канат. Да так, что гниль под потолком очутился, а потом Джоджо вовсе сломал, кто мог подумать, стальной ошейник. А от такого и до фатальной математики недалеко тварь пересчитана. Осталось только перекинуться с виллом парой слов на прощание. Ну, а после пора в путь-дорогу в село-деревню, которую Диву обещал съесть. Заодно мимоходом можно вычесть старосту, уже обернувшуюся зомбей. И еще тройку, представляете, не противников, а товарищей друзей цепели собственной персоны. В том числе монаха, обучавшего усача и предсказавшего скисание. Не молодые, видите ли, получили письмо от друга, то и прибыли на помощь. То, что поздно, не их вина, на это сетовать не стоит, судьба и судьба. Так дед на предсказателе сказал. А насчет Дио, так вот он уже ждет, дожидается очередной обед. На пару с женщиной, которой вы, если не забыли, сестра малого. Ну а если забыли, то реально забудьте, потому что никаких модных мощных спасений принцесс посреди замков не будет. Подруга предложение Бранда стать вампирской рожей не приняла и осталось на съедение какому-то статисту. Который, в свою очередь, был буквально за 0 секунд поделен гаремычным. Поздравлять не будем, того не стоит. Тем более, еще ничего не завершено, потому что главный босс еще ждет, ожидает где-то впереди. И чтобы вы не думали, что он совсем простой, нужно должен скиснуть еще один статист, но уже со стороны ГГ. Благо, увядание не было напрасным. Случилась важная и нужная подсказка о возможности наполнять Хамманом другие объекты. Потому вот тот самый счастливый меч уже раз-два и располовинил Дио, но не стоит радоваться. Ведь гнилую технику испарений и замораживания никто не отменял, но и, собственно, зачем-то зажженные факела тоже никто, нет-нет, дай-да. Короче говоря, лед растоплен, удар слева оформлен, там и удар по центру поспевает. Причем не простой, настоящий, горячий, овненный кулак, проще говоря, наконец-то, все-таки, да, конец, и даже предсмертные попытки нанести хоть сколько-то урона Дио уже не спасли. Осталось только порадоваться, поставить лайк, поплакать, пореветь, порыдать, погоревать и анекдот, поздравляю, рассказать. Однажды некий Пифагор возвел вокруг себя забор. Ну, пришли на это все другие античные мудрецы посмотреть, а математик их не впустил. Говорит, мол, падите проще, я вас не звал. Так, слово за слово, Пифагор с Диогеном и... И снова, важно и очень веселого. Дио, оказывается, в момент падения смог собрать последние сильные силы в кулак и отделить от тела собственную голову до того, как Аман достиг мозга. Ну, а подельник услужливо подобрал черепок до лучших худших времен. К слову, инцидент с деревней замяли, а маску, получается, сломали. Все. Ладно, простите, вру, конечно, еще будут танцы, песни, пляски, свадьба и того лучше путешествия на корабле. Осталось только со всеми попрощаться, сказать до свидания и отплыть за моря океаны. Правда, это не самое главное и плохое, что могло случиться. На то же судно погрузили какой-то ящик с неизвестным содержимым. То есть, в смысле, грузчики-то ничего не да, а я вот вам расскажу. Грабу спрятана голова Дио, плюс его подручный тоже здесь. Кто-то Джоджу и заметил, заподозрил неладное. В трюм спустился, и Эрина за ним. А там, что вы думали, говорящая голова. Твердит, мол, настало время, пришла пора выдать честь, хвалу и уважение успешному, удачному ГГ, благодаря которому Дио стал тем, кто он есть, и по вине которого Дио перестал быть тем, кто он есть. Короче говоря, тело Горемычного станет новым скелетом гниля. Но не тут-то было. Последний импульс Хаммана еще имеется, а значит, можно его зомби передать, и тем самым на остановку двигателя марионетку направить. То есть, если не поняли, Джонатан решил устроить бим-бом-бим-бом-бим-бом. Так что Эрине пора спасаться, и заодно взять с собой какого-то чего-то ребенка, буквально только что потерявшего мать. Ну а самому ГГ остается только голову недруга обнять, и на конечные веки вечную замолчать. Получается, помянем. Горемычная, кстати, несмотря на корабельный бабах, спаслась, потому что успела спрятаться. Спасибо Дио за коробку. Тем временем, тайм-скип. Значит, ситуация следующая. Прошли пара-тройка десятков лет, спидвагон преуспел в нефтяной промышленности и основал масштабную финансовую компанию. Ну а Джоджо, Джоджо покупает газировку. Ну в смысле, да, потомок того самого Джостера, новый Джостер, теперь новый Горемычный, зовут Джозеф. По родственной линии внук предыдущего Горемычного. А сын и отец было дело откис во время всемирных воздушных баталий. Местоположение матери неизвестно, но была и та самая ребенка, тогда давно спасенной Эриной на корабле. Ну а вот, собственно, и сама бабуля. Живая, здорова и даже готовая положительно принять нового товарища внучка, которого ГГ уже успел спасти от гнилых служителей правопорядка. Причем не абы как, а с использованием того самого Хаммана. Собственно, это первая важная информация. Вторая же найденная где-то под землей древняя руина с множеством каменных масок. И того хуже каменным человеком. Дело понятное, дело серьезное. А вот спидвагоны позвал старых добрых товарищей монахов. То есть, извините, никаких, оказывается, не да, потому что некий Стрейц все это время грустил от старости и грезил стать таким же мощным, как Дио. Ну и вот, получается, при помощи предательства и каменных халдунс встал. К счастью, эта информация уже дошла до Джозефа Сериной. К несчастью, уже и сам Стрейц дошел до Джоджа. Чтобы поделить единственное возможное препятствие. Правда, что вы думали, Горемышня-то уже был готов во все оружие, обоимые Томпсоны. Так что тварь превратилась в решето. Что до мемов и схемов касательно феноменальной способности Джозефа к детективному и дедуктивному чтению оппонентов и буквальному предугадыванию следующих фраз, так следующая фраза, которую я скажу, будет «Я все эти приколы скипнул, скипаю и буду скипать». Если поняли или не поняли, саму фразу я уже сказал и повторять не буду. И это чистая правда. А насчет Стрейца, так вы, представляете, все еще взлом здравии и отличном самочувствии. Причем вообще ничто и ничего не помогает. Ни обманка зеркалом, ни дополнительный заряд хама, наблокированный модным шарфом, незакрепленная связка гранат, а шмотки все равно регенерируют и медленно, но верно ползут друг к другу, чтобы срастись. Вывод, остается единственный последний план. Бежать и не оглядываться, жаль только, что Стрейц не уже не только догнал горемычного, а еще и заложницу с собой захватил. Говорит, мол, сотворить с ней всякие негативные последствия, если Джозеф снова попытается сбежать. И вот тут уже ни попытки увести диалог в другую сторону, ни слова об отсутствии интереса к неизвестным персонам не помогают. Потому что зуб, понимаете ли, уже вырван. Но ничего, план все-таки есть, и больше скажу, был с самого начала. Просто нужно было уйти в место, где поменьше людей, чтобы вот так взять и элементарно выиграть в дуэли благодаря простой рюмке, от которой отразилась смертоносная атака. А там и за руку можно гнили схватить и о подробностях подобного резкого становления антагонистам узнать. К несчастью, никакой конкретики Шиз почти не расскажет. Ну разве что спидвагоны и прочих он выбросил в реку за пределы пещеры по причине их резкого обезвоживания из-за высасывающего кровь каменного чела. Вот. А дальше только саморазрушение, а посредством Хаммана и пожелание удачи, успеха, всего самого наилучшего, в том числе лучшей, эффективнейшей медицины и удивительным образом спасшей жизнь спидвагону. Дед теперь пусть и приклон к постели, но говорить может. А потому, даже если не хочет, все равно под сывороткой правды расскажет генералам обо всех тонкостях, причинах и способностях чудного чуда. Чтобы его можно было как-нибудь приспособить применить во всемирной резне. Тем временем Джоджо на радостях уже доехал до назначенной локации и более того поделил какого-то статиста, прознав куда конкретно нужно направляться. Ну а там уже вовсю процветает рубрика эксперименты. Каменного чела пробузили, всякими человеками накормили и даже отдали на съедение какого-то деда пару дней назад обращенного вампира с помощью маски. Правда, представляете, беда, стоило ученым буквально на секунду отвернуться, как попугай, который казалось бы только и мог, что повторяет слова куда-то пропал. Направление неизвестно, но комната точно однозначно пустая. Нужно, проще говоря, проверить запись, пересмотреть пленку, ну а там, что вы думали, фатальные переломы, вывихи и буквально сложенный пополам много десятков раз скелет протиснувшуюся в вентиляцию. Получается, как раз по тем каналам он и услышал имя Штрохейна. И стоять где-то вблизи воздуховодов сейчас опасно, и нужно как можно скорее сделать шаг в сторону, и как понимаете, уже нет, потому что да, отходить поздно, чел уже запрыгнул солдата, остается только палить на поражение. Но и это неудивительно не помогает. И тут можно подумать, что вариант только бежать, но что там, куда там и зачем, если Джозеф уже тут как тут, новое модное добытое в скипнутой сцене в форме и с желанием спасти дядю Спидвагона. Причем для благой цели можно и Клок-Волосу Штрохейна вырвать, и в качестве неживого щита вкупе с Хамоном их использовать. Только вот ничего, и ну прям совсем ничего из имеющихся уловок не помогает. И вот уже выходит, что сам чел изучает, что и как нынче устроено в мире людей. Он правда поначалу будто бы не замечал, что Джоджо уже несколько раз столкнулся с ним лицом к лицу, и до сих пор не получил ни единой царапины, ни... ничего, еще пара ударов, и это можно исправить. И там, и до отключки недалеко, и до потери дыхания, и что вы думали, все это тоже было наглым и хитрым планом ГГ. Чтобы раз никакое наружное воздействие не помогает, постараться нанести урон изнутри, когда тварь займется поглощением. К счастью, сработало, челла пополам поделила единственное оставшееся, а вытащить тварь наружу, поближе к солнцу. Но как ни удивительно, это как раз самое сложное, потому что живность цепляется, пытается упираться, ни в какую не хочет откисать. И вот уже у горемышленного дыхания сбилось, и казалось бы, никакой надежды нет, но тут, наконец, в резню вступаешь в Трохейн. Уж что-то, а дверь он открыть точно сможет. То есть, извините, конечно, ничего не да, но цель уже есть, а значит, независимо от обстоятельств, нужно как-то, понимаете, спасти человечество от такого ультимативного существа. И здесь даже ноги не жалко. Жаль только, несмотря на потерянную конечность, ничто никак не кончено. Но помните, нет, чел же может тупо залезть в чужое тело, а вот и в Трохейн и залез, а тот, в свою очередь, что там говорить, завершит дело с концом. Перед тем, конечно, рассказал Джозефу всю правду об опасных исследованиях. На самом деле, изучали их не чтобы использовать где-то и как-то, а для получения информации как раз наоборот о том, какими путями и способами можно противостоять каменным челам, которых оказывается много. На этом все. Бим-бом и высвобождение твари наружу. Там, правда, до колосса недалеко, но дело такое, солнечное, положительное, что и засветило в зените канализация, наоборот, самое опасное для животинное место, где можно поджариться от отраженных лучей. С днем рождения! И снова, Италия, ресторан и Цезарь Цепель, внук того самого Цепель, тоже, кстати, обладатель Хаммана и примерный джентльмен, как и старший родственник. Потому повадки простолюдина над Джозефе ему скверны, чужды и неприятны. Короче говоря, будущие коллеги не заладили с самого начала. И, несмотря на все попытки спидвагона примирить бунтарей, все равно, то и дело нравят, как нацелить друг другу. Один женщину поцелует, загипнотизировав надушное воздействие в сторону второго, второй голубя в рот засунет, чтобы поглумиться над первым, одним словом, цирк. Другим словом, камень, дела и задачи которого никто не отменял. Вот тот самый чел, как оказалось все еще в недобром здравии, и форму сменил исключительно для самозащиты. То и приходится его постоянно облучать ультрафиолетом, чтобы ничего дурного не приключилось. Что-то другого места с еще тремя шизами, так там тоже постоянно дежурит и вовсю пропагандирует лампы. Правда, кто бы мог подумать, подходить близко и засматриваться на появившиеся отверстия тоже опасно. Потому что так можно тень создать и спейсу для делительного маневра челам дать. А там и добрызгав кровью с закрытыми светилами недалеко, и до пропуждения других двух и строки под эпичную музыку очень близко. Собственно, и горемычные уже тоже идут как тут, смотрят, удивляются, поражаются, что на посту вместо охраны темнота. Но оно и ясно, все откиши на полу, одних вон только кожа до кости остались. Впрочем, от водителя осталась хотя бы половина. Сплошной негатив. А челам из холоны хоть бы хны, у них свои проблемы, мысли, думы. Даже повздорить между собой успевают, мол, не дело, что Карс наступил на тень вам, а потому что шуешник подобного инстинктивно не приемлет и сразу бьет на поражение. Впрочем, ладно, извинились и забыли. Ведь куда важнее какой-то камень, только вот да, Джозеф с Цезарем ничего не забыли. Потом будет, как несложно догадаться, резня. Ладно, ладно, простите, извините, извиняюсь, опять вру. На практике резня случится через много дней, ведь пузырьки цепеля наносят тупо ноль урона. Но так и быть, вам готов дать еще месяц, чтобы потенциальный соперник подкачался, но не тут-то было. Ведь здесь также имеется еще один, причем владеющий куда более схематичными мемами в виде шаров, летающих налево и направо. Впрочем, урона тоже ноль, хоть и получилось немного задеть целостность лица. За что можно выдать еще бесплатную минуту прямых попаданий, но они тоже ясно-понятно тупо не наносят. Зато вихри извращающихся рук еще когда. Но нет, не волнуйтесь, Джозеф от такого не скис и даже мало-помалу направляется к телеге. О которой тоже не стоит печалиться, цель Джоджо не тупо бег стала провокацией противника на себя, чтобы дед с Тезарем успели скрыться. Плюс за пару броских речей на ухабистой дороге Гаримыч не узнал и понял, напротив него настоящий воин чести, на который как раз можно сыграть. Выдав что-то по типу того, как же, наверное, обидно потерять такого оппонента, который бы спустя месяц стал ультимативно сильным, раз даже всего малость владея Хабаном первый смог внести урон. Как итог, речь сработали, но просто так, естественно, отпускать никто никого не собирается, и как раз на такой случай у вам припасено кольцо с ядом, растворяющееся спустя 33 дня. Противоядие в другом кольце, так что битва неизбежна. Плюс заодно, Эсидиси готов подарить еще одно свое колечко, чтобы тоже да. Ну а третий, Карс в детские игры не играет, веселиться не любит, поэтому только и будет, что искать злополучный камень. Ну а Гаримычному с товарищем пора, получается, трениться. Для этого ребятки даже поехали прямиком к учителю Цезаря, которая, что бы вы думали, женщина. Спойлеров не будет, Лиза, Лиза, это кто знает, тот знает. А кто не знает, тренировки будут трудные, душные и дыхательные. Дышать придется в маске, препятствующую кислороду. Ну а по прибытию в башню для занятий первым испытанием будет взобраться по отвесной колонии. Пользоваться чем угодно, кроме Хабана, категорически строго запрещается. Всякие гнусные приемы приколу не пройдут, и попытки зацепиться за выступ тоже. Этого будет только хуже, но лучше посмотреть лично, потому что такого накала страстей в простом покорении башни вы еще не видели. Ну или уже видели. Так или иначе, барьер с повышенным давлением прошли, наверх благополучно попали. Дальше извинения, оправдания и подготовка к следующему этапу. Преподавать теперь будут еще Биба и Боба. И так пройдет, вернее уже прошло 3 недели. До растворения колец осталось ровно 7 дней. А значит самое время рассказать о том камне, за которым находятся пилармены. Кристалл оказывается может тысячу, миллион и сотню, миллиардов раз отражать внутри себя световые лучи. И потому является отличным катализатором для создания мощнейшей каменной маски. Дорывающий стерах сверхспособности и даже невосприимчивость к солнечным лучам. И как раз так неудачно вышло, что та самая блестяшка хранится у Лизы-Лизы. Ломать не строят пророчества какие-то, гласят мол нельзя. Якобы без побрякушки каменных челов вообще не победить. Ну и ладно, тогда идем далее по плану на финальную тренировку против Бибы и Бобы. Цезарь со своим наставником встретился, а вот у Джозефа представляете непредвиденные обстоятельные проблемы. Прямо напротив ACDC, а учитель и вовсе скис. Причем шкис очевидно пришел за камнем, потому вариант только один резня. Благо Джозефа за время обучения обучился, подкачался уже вовсю, пальцами ладони протыкает. Классические фокусные приблуды насаждает и вообще прекрасно себя чувствует. Несмотря на то, что сам ACDC рыдает, хнычит, плачет, даже значит не горюет. Просто вот такой он эмоциональный. Отчего никакие последующие действия Геремычный прочитать не может. И тут уже беда в том, что очевидны как раз ходы и выходы ГГ. Но кто ж знал, кто ожидал, что за сотни лет люди в схемах так преуспели. Что научились плести узлы, которые даже если разрезать в паре мест, все равно останутся целыми. Вот именно никто. Так что поздравим с победой, антидотом из кольца и полным фатальным сгоранием чела. Правда опять и снова еще раз никто, ну никто не ожидал. Что обладающий колдунством нагревания крови и управляющий сосудами ACDC может жить исключительно посредством мозга. Ну и чтобы вы думали, так неудачно вышло, что мем замочной скважины закончился взятием тела горничной под контроль гнилого мозга. И тут уже не ясно, что важнее спасать бедолагу, делить шиза внутри нее или все-таки отправляться в погоню за кристаллом. Впрочем, тут и думать не нужно, все будет по порядку спустя пару-тройку размышлений, винилых негативных суждений и вспомнившиеся возможности слаженной работы. Джозеф с Цезарем создали противонаправленные поля Хаммана, таким образом погасив потенциальный урон по хрупкому человеческому телу. И заодно вынудив мозг выпрыгнуть наружу, а дальше ACDC наконец-то окончательно сгорел в солнечных лучах, тем не менее, гордости своей он не пожалел. И воспользовавшись ситуацией, смог отправить светяжку куда-то по месту швейцарского назначения. Значит, нужно с помощью гипнотического сеанса точный адрес узнать и срочно как можно скорее в погоню гнать. Что до пострадавшей служанки, так она обязательно дождется Джоджо, чтобы потом у них родилась дочь, а у нее родился сын, внук, ну это уже совсем, прям совсем другие истории, стоящие плюс-минус 50 тысяч лайков. А насчет следования за грузом, так посылку на таможню успели настигнуть и даже могли бы забрать, но вдруг откуда ни возьмись взялись какие-то вояки. Один так вообще-таки словесный пируэт и выписывает, будто он знаком с ГГ пару десятков лет. А бывает простой, сильная медицина творит чудеса с выжившим живым, но не живым Штрохой и нам нужно сотрудничать. Ну, в смысле, если вы не поняли, клоун тупо машины Терминатора, его даже пришедший за камушком Карс не смог почувствовать, вот. То есть, понимаете, да, будет очередная резня с атаками, полетами, пулеметами и прочими вычислительными устройствами. Только главная беда в том, что даже ультрафиолетовый глаз Штрохойна не то, чтобы хоть сколько-то помог, и драгоценный камень уже катится по снегу куда-то прямиком к обрыву. Получается, придется опять бежать, но Карс, очевидно, в разы быстрее. Ему тормозить не нужно, а он-то может и упасть. Хотя ладно, тогда и Джоже тоже может упасть. Итого, лучше кристалл под удар подставить, чтобы себя от бреющих лезвия обезопасить. А там и остальные подоспели на летательные мемы, посмотрели и вон, цепили, даже умудрился помочь с импровизированной веревкой и сосулек. Поздравляем, Карс ушел, решив повременить, так что у Горемышного есть еще целые сутки. Ой, то есть, простите, времени ноль, потому как уже на следующее утро пора решать, идти или не идти в особняк. Очевидно, принадлежащий пиларменам. Если подумать логически, даже днем такое здание не что иное, как ловушка. Но какая может быть да, если у Цезаря резко на ровном месте проснулось дичайшее желание отомстить за внука, деда и прадеда? Но перед этим, конечно, грустный, душераздирающий флэшбэк. Цепеле был сыном простого плотника Цепеле, который был сыном того самого Цепеле. Семья была большая, мать ушла из жизни рано. Все здесь ждалось на бате, который, к несчастью, в один ненастный день тупо ушел. Ну и все, Цезарь затаил обиду и начал вести маргинальный образ жизни. А потом однажды заметил родителя на улице и проследовал за ним, туда, где находились каменные камни. Неблаго молодой попытался дотронуться до одного камня и, следовательно, чуть было не был поглощен. Благо отец вовремя спас, хоть сам и не знал, не узнал, не признал сына. Зато дал наставление по поиску наставницы Лизы Лизы. И вот так бедолага понял, что батя лишь хотел оградить его от большего злого зла. Все. В остальном, возвращаясь к основному, вам, оказывается, уже прибыл в особняк. Вон он прозрачный в ветряной защите, а Боба его не заметил и откис. Зато Цезарь все понял, пару атак провел пузырями, воздух порезал и хотелось было сказать, победил, но нет. Еще предстоит второй раунд, уже внутри, где света нет, но это дело тоже поправимое, благодаря все тем же каплям, которые можно использовать в качестве линз. Ну и тут можно подумать, что самое время для Финителя комедии, но представляете, беда, печаль, трагедия. Самый последний момент цепили ни с того, ни с сего, решил лично прямым попаданием добить Вама. И так получилось, закрыл собственной тенью солнечный свет. Как итог, обидно, досадно, грустно, печально, очень неприятно, но хоть на последнем дыхании пару пламенных речей успел сказать и кольцо с противоядием отобрать, чтобы с помощью последнего Хаммана оставить товарищу такой вот подарок. А дальше сопли, слезы, слюни, сопли, вопли, стоны, крики и все остальное прилагающееся. Если без мемов, сцена, понимаете, действительно сильная, драматичная, но с учетом того, что Джоджо это все-таки тайтл про мемы, все равно получается какой-то, извините, мем. Между тем, по пути к Ваму с Карсом Лиза Лиза успела поделить какого-то статиста, а уже на месте встречи, вы представляете, мастерски сблифовала, мол, самоцвет с собой, естественно, никто не брал. И вообще на нем установлен детонатор, который сработает, если Джозеф или она не успеет его снять. Как итог, челы предложение на очную ставку в дуэлях один на один приняли, согласились, и даже время с местом уже почти готово, тем более, как раз так удачно совпало, что случится полнолуние, то есть самое подходящее время. И вот здесь мог быть фатальный скип прямиком до конечной резни, но вместо этого будет случайно найден Игоремычным алябом с фотожабами наставницы. Там фотокарточки бабули Эрины из пидвагона, и стрейца, и вообще, а как, а че, а в смысле? Ну в таком, что Лиза Лиза это та самая ребенка, некогда спасенная на корабле, где погорели Джонатан с Дио. Правда, что это значит в рамках родственных взаимоотношений, я все равно не понял. Ладно. Пора перейти к самому важному, дуэли на колесницах. Лошади будут буйные, вампирские, но ничего, вам управляет силой, а Джоджа сможет хаманам. В остальном все прямо в соответствии с древними традициями. Нужно либо победить прямо так в движении, либо выбить оппонента из его телеги. Кстати, на телегу да, подписывайтесь, там можно и нужно выбирать ролик для следующего тайтла. Ну или тайтл для следующего ролика. Что до гонки, так ее не было вовсе. Потому что смысл даже не в том, кто первый стартует и докуда доезжает, а в том, как и какое оружие используют. И в то время, как Джозеф подобрал молоток, вам схватил всю колонну. Но это последнему не помогло, вон руки веревкой обмотались и от импульса хамана висеть, как колбаски остались. И дальше тогда, как Джоджа, припомнив ошибки, взял большой арбалет, вам взял поменьше, который хоть как-то можно зарядить. И парой выстрелов произвел наведения, сверенные с потоками воздуха и прямой рикошетное попадание. Но и здесь Галимычному повезло удачно упасть и случайно зарядить тетиву, чтобы после также выстрел облетел всю арену. В конце концов, чел получил настолько много урона, что все, принял, понял, осознал. И единственный вариант использовать финальную ураганную ветровую ветряную форму. А это значит только одно. Попадание по неизвестных где находящемуся Джостеру, дело времени, трата которого, правда, приводит к разрушению самого Шиза. Но не беда, ведь все приближающиеся объекты он все равно чувствует. Поэтому без труда и бутыли разрежет, и повязку Цезаря разорвет. А вместе они, как понимаете, представляют собой комбинацию масла с огнем, который, несмотря ни на что, вам уже вовсю втягивает в себя. Как итог, бим-бом и последующие за ним комплименты по части храбрости, отважности, чести воина. Дань уважения в виде капель крови в обмен на дань уважения сохраненным тогда пузырьком Цепели. И самая важная остановка предотвращения массивной атаки со стороны статистов. Одним словом, уважение. Другим словом, если вы еще не забыли, там должна быть дуэль между Лизой и Карсом. Последний в честь такого даже повязку с головы снял, а там, чтоб вы думали, шевелюра. Впрочем, куда важнее новая арена для следующей дуэли. Которой, правда, не будет, потому что кто бы мог подумать, Карса вообще никакой не бравый бойный, даже не честный боец. А тупо гниль, падаль, тварь и отброс, не гнушающийся использовать все возможные методы. Проще говоря, с самого начала никакой дуэли не планировалось, да и соратники были всего лишь пешками в главном вопросе получения камня. И вот уже Лиза-Лиза откисает, а на Джоджа толпа статистов все нападает и нападает, и дыхание сбито, и казалось бы все, а выхода нет. Как вдруг вот это да, рассвет прямиком от ультрафиолетовых прожекторов, вовремя прибывших на место Ваякса, спидвагоном и Штрохейном. Значит еще ничего не кончено, пока не все потеряно, и самое время нужно можно спасти наставницу, схватить веревку и уже дальше думать о каких-то последствиях. Но тут и думать не надо, в сюжете наконец-то раскрылась правдивая правда, которую ГГ до сих пор не знает. Лиза-Настоящая фактическая биологическая мать Джостера, вуу. Так что вместо плясок, танцев и очередных хитрых фокусов с веревками и последующим падением Карса вместе со спасением Лизы-Лизы, лучше давайте расскажу проясняющую обстановку флэшбэк. Значит было дело, и Лизабет и Джордж Джостер жили, не тужили, сына родили и вообще прекрасно себя чувствовали. Однако по негативному стечению обстоятельств, в ряды командования и авиации, в которой служил Джорджа, был один из некогда созданных диво-зомбей. Ну и все, очередной Джостер скист, так и не успев стать главным героем своей отдельной истории. В то время как Лизабет, опучающаяся хама на устроиться, пошла и тупо на характере отомстила за мужа. Правда, ну понимаете, в авиаконструкторных никто не знал и не подозревал о каких-то там вампирах. И вообще все считали главнокомандующего отличным человеком. Поэтому мать Джозефа объявили в розыск, и ей вот пришлось отказаться от настоящего имени, взять псевдоним и покинуть семью, чтобы хотя бы здесь злополучная ветка событий, связанных с масками, закончилась. Но как вы сами знаете, сезонов Джорджа много, до финалов еще ой как не близко, а следовательно пора возвращаться к основному происходящему. А там, видите ли, пока все мило беседовали, готовили осветительные приборы, Харс успел и маску надеть, и камень установить, и то есть трагедия, беда, непоправимые последствия. Лампочку отключить не успели, на свет родилось совершенное существо, которому ничто, никто, нигде, никак и никогда не страшно. Ладно, простите, опять вру. Единственное потенциальное препятствие на пути, оставшийся в добром здравии Джоджо. Правда, плясок не будет, вместо них события превращаются в буквального анекдот. Харс смотрит, радуется своим новым повелевающим самой жизнью способностям. Остальные смотрят на него, и вот он уже смотрит на них, и что делать никто не знает. И то вдруг как гром среди ясного неба, ясное небо, восход, солнце и, казалось бы, победа, но куда там? Совершенное существо, оно на то и совершенное, что теперь свет ему нипочем. И итог, сами понимаете, бежать, бежать, еще раз бежать и не оглядываться. На товарища, который пошлепал за кабанью, так это вы не смотрите. Все равно, что он хотел сообщить о родственных мемах, всего лишь хотелки. На практике информация получателя не достигла. Зато получатель удивительным образом достиг самолета. Еще и управление знает, и уже куда-то далеко улетает, и было бы все бы ничего, но Харс же, ну, сверхсущество. Потому и птицы может встать, и из крыльев какие-то режущие панцири метать, и в пиране осколки себя превращать. И как же все-таки хорошо, что неподалеку оказался вулкан, на полет до которого как раз хватает топлива. Так здесь же еще и Штрохейн, откуда не возьмись вылез, руками в гнили выстрелил, к корпусу летательного аппарата прибил, и дальше уже осталось исключительно дело техники. Удачно приземлиться, но Акарс пусть плавится, горит и тонет в магме. Ой, то есть, извините, извиняюсь, рано радоваться. Потому что, представляете, минус рука, ведь тварь каким-то чудным образом в глубину каменных пород закопался, нырнул и тут же из-под тишка, получается, вынырнул. А это значит, что правильно, самое время для флэшбека. Дело вот какое, в стародавние времена, еще до восхождения величия людей, существовал вид, что не мог выжить на поверхности и был обречен находиться под землей. Жили они долго, счастливо, миролюбиво, потому особо даже и не размножались, питались какими-то корягами, растениями, животными и прочими полезными веществами. Люди же считали подземных жителей то ли демонами, то ли богами, неважно. Но однажды среди населения появился шибко грамотный смышленый Карс, возжелавший большего. Остальные, конечно, аж и за идею не приняли, вот он всех и покромсал, оставив при себе лишь одного подручного и пару новорожденных ребенков. Ну а после, вы сами знаете. Да ладно, что он что, ничего вы не знаете, потому что даже с учетом, что Карс чудным образом за 0 секунд освоил Хамон, остался еще последний козрь в виде не зря взятого с собой красного камня, который от столкновения с многократной дыхательной силой выдал такой импульс, что же извержение вулкана началось. А там и сопутствующие осколки, внезапно ожившая рука Джозефа и фатальная невозможность хоть как-то изменить траекторию полета. Итого Шиз замерз на абсолютном нуле в высоком вакууме и просто перестал мыслить. А Джоджо? Под Джоджо будет панихида, будут поминки, будут сопли, слезы, сопли. Ну и сам Джоджо живой, почти здоровый. И еще и с новой механической рукой, плюс стеснительной женой, которая даже весточку о самочувствии мужа не удосужилась отправить его родственникам. Впрочем, куда важнее, что Элизабет совершила каминг-аут, признав, что она мать Джоджо. А вот уже дальше были песни, танцы, путешествия и все самое наилучшее. С исключением, конечно, естественно, великовозрастного скисания половины героев. Что до деда, в которого превратился Джозеф, так это он приехал в Японию. А вот зачем и к кому, такому злому негативному, пишите в комментарии. Ставьте лайки, а не не анекдоты и ждите продолжения. Оно когда-нибудь выйдет с учетом инфляции на 45 тысяч лайков. Пока.